всем привет дорогие друзья когда-то я покупала вот такие серьги на сайте алиэкспресс и мне очень захотелось сделать что-то подобное видите здесь такие красивые розочки это перламутровые цветочки здесь бусинки продеты в отверстие и закреплено все проволокой и вот так сзади на веточку собрано на проволоку и вот это вот швенза гвоздик она приклеена ну и подвешено вот такая розочка красивая я думаю это пластик пластик а вот это перламутровые и жемчужинка и сделаны аккуратно и посмотрите они даже симметричные как постарались сделать но здесь веточки они не симметричные а вот китайцы попробовали вот так сделать очень красивые серьги мне не нравятся я их носила летом ну и я захотела сделать что-то подобное так как нравится мне такая тема с розочками я выписала вот такие розочки маленькие было по моему три размера такие красивые просто идеально сделаны посмотрите как все проработано каждый лепесточек 10 штук комплекте по моему было и я вот такие еще посмотрите форме капельки заказала скорее всего это пластик все посмотрите как красиво сделано рисунок здесь цветочки вот думала вместе сделать серьги с капелькой с розочками когда-то я показывала вот такие розочки у меня давно они я делаю даже украшения с такими розочками здесь отверстие вот так проходит очень удобно можно подвесить это у меня по моему розочки были 15 миллиметров а эти по моему 10 миллиметров я выбрала я уже заказала тоже 15 миллиметров такие красивые розы такого цвета интересного лососевый цвет хорошо подходит с капелькам и из этих розочек я уже сделала одну серьгу и покажу тоже в конце сначала сделаем эти серьги я покажу как я буду делать что я придумала у меня вот такие есть основа круглая сколько здесь миллиметров давайте посмотрим 28 миллиметров здесь много отверстий как видите поэтому я хочу эти розочки прикрепить вот этой основе наверное по три розочки я буду крепить эти красивые очень и вот здесь я посмотрела проволокой все прикручено вот даже жемчужинка прикручено проволокой все концы выведены под вот эту под гвоздик и гвоздик приклеим но я буду на швензу все собирать наверное скорее всего мне понадобится вот такая проволока 0 3 миллиметра я думаю будет достаточно мне этой проволоки можно и потолще наверно взять хотя у меня есть и 0 4 я сейчас покажу пример я пробовала проволокой 0 4 миллиметра прикручивать это такой образец пробный здесь я поставила даже шапочки подбирала розочку в шапочку и прикручивала все это даже вот не видно проволоку и я подумала что лучше я без шапочек сделаю вот так вот три розочки посажите как красиво это все смотрится мне кажется шапочки здесь лишние просто и тяжесть придают они поэтому я решила делать без шапочек я буду использовать вот позолоченная у меня есть проволока и так как она 0 3 миллиметра толщина я буду вдвойне ее использовать выпрямляем все сгибаю пополам небольшой отрезочек чтобы можно было закрутить и прикрепить цветочек подберу одинаковые розочки примерно до примерно так вот так на одну на вторую и по одной капельке будет вот можно вот так я сделаю и проволоку я согнула беру я цветочек здесь есть отверстие также и сейчас я хочу расположить чтобы ровно расположить цветочки мне надо вот так вот подобрать одинаково я буду наверно одинаково прикреплять сразу на 2 чтобы они были посерединке потому что тут я крепила я уже поняла как надо чтобы они были посередине розочки ну вот примерно я в отверстие вот так вот продеваю в одно и где-то рядышком вот так вот продеваю вот так будет наверное и теперь также мне надо вторую сделать и продеть вот я сделала одинаково вставила но и теперь я буду закручивать так как я понимаю что вдвойне проволока она крепче будет держать цветочек здесь можно взять плоскогубцы и вот так вот закрутить достаточно не не перекрутить чтобы проволока не треснула и держится посмотрите аккуратно держится не шевелится здесь можно теперь это все откусить и потом вот так вот загнуть шилом и не видно соединение можно взять длинную проволоку вдвойне и не откусывать не ничего а сразу по 3 цветочка и собирать можно и так сделать я решила так делать она и так будет держать крепко вот загнули закрутили и обрезали можно покороче брать видите какие у меня остаются усики все загнули теперь также я сейчас наберу все наверно розочки и покажу вам дальше вот я подготовила розочки ну и теперь буду вставлять в отверстие так чтобы они еще красиво лежали уложить их красиво надо не сюда вот так мне кажется красиво также сейчас я и вторую сделаю чтобы было одинаково все и теперь закручиваю много придержали пальчиком и вот так вот закрутили сильно не перекручиваете чтобы проволока не поломалась и очень хорошо держится мне нравится здесь я в один слой 04 проводил и здесь немного шевелятся розочки поэтому вот я решила в два слоя проволоки попробовать и этот вариант мне больше понравился все откусили и также загибаем вот придавливаем какой-нибудь такой деревяшечкой чтобы это все не кололась и не торчало не было видно так вторую сейчас я сделаю также и последнюю я креплю розочку ставим ее красиво так вот чтобы они в кучке были три закручиваем помогаем инструментом и натягивается проволока и не двигается все здесь откусили и зажали кончики если вы сомневаетесь в кончиках которые могут колоться можно здесь капнуть клея прозрачный клей у нас есть момент или например взять такую же деталь она немного как видите выпуклая и вот так совместить можно 2 здесь можно подсоединить в отверстие колечко и надеть швензу и будет у вас смотрите как оборотная сторона задняя сторона будет аккуратно и но я делаю серьги для себя я здесь могу капнуть клея чуть-чуть его и не видно будет проволока сливается прям ее и не видно она сливается с вот этими детальками посмотрите как красиво получилось ну и теперь возьму пин не буду здесь никаких шапочек так как очень красивые бусинки и у меня здесь три сантиметра пин и мне хватает этого пина закрутить петельку и никаких шапочек у меня здесь не будет просто я закручиваю здесь петельку ровненько получается такая капелька хорошенькая вот такие капельки мне получились ну и теперь надо швензы подсоединить смотрим в какой стороне лучше прикрепить швензу примерно было одинаково вот так наверное сделаю как раз здесь отверстие есть вверху большое для этого мне понадобятся колечки так как я здесь решила прикрепить вот такие вот гвоздики морской теме здесь есть стразики есть под жемчуг бусинки звездочка такая морская тема так как здесь большие отверстия я возьму колечки и вот здесь наверно подсоединю так как здесь петелька маленькая и она не раскрывается я сразу прикрепляю гвоздик сейчас я возьму другой инструмент не подсоединяем вот такую швензу мне кажется она как раз в тему посадите какие красивые уже вырисовываются сережечки также вторую делаю чтобы все у меня одинаково получилось хочется вот здесь и сюда закрываем аккуратненько но не красота красота теперь здесь я прикреплю вот эти капельки просто здесь я раскрываю уже петельку и ищу параллельно внизу отверстие чтобы все было по центру так я нашла отверстие вот так получается и сейчас эту же так сделаю не получились вот такие аккуратненькие красивенькие посмотрите какие красивые сережечки у меня получились ничем не хуже вот этих китайских тоже можем делать сами еще лучше можем они не тяжелые получились и вот прям от гвоздика шесть половиной сантиметров на лето в самый раз очень красивые понравились ну и хочу еще 2 показать сережечку я вот сделала я вам показывала из такой розочки покупала я вот такие капельки на алиэкспресс они с одним отверстием как видите здесь нет отверстия такие красивые и в комплекте две штучки но три сантиметра не знаю почему они дорогие они наверное и это стекло скорее всего вот такие у меня были специально для вклейки детали так мне понадобится швенза как видите вот такая вот розочка и вот такая деталька всего-навсего чтобы это было параллельно я вот смотрите так кладу вот такая вот деталь коннектор как видите позолоченная вся фурнитура у меня и я немножко вот надавила в середину пальчиком и она немного раскрылась чтобы здесь у меня вот так розочка поместилась как здесь видите да беру я пин и вот так вот так скорее всего лучше будет здесь я делаю петельку отгибаю обрезаю делаю маленькую петельку теперь я беру колечко здесь мне понадобятся колечки берем капельку и вот чтобы одинаково располагалась вот эта деталька симметричная расположила ее на колечко крепим капельку и цвет капельки очень красивые посмотрите подходит хорошо к розочке ну а здесь я крепила без колечка раскрываем круглогубцами потихонечку стараемся чтобы не поломалась здесь впереди я ставлю розочку и теперь вот эту деталь розочка у нас будет лежать вот в этой детальки коннекторе ну и теперь нужно немного я круглогубцами папа гу загнуть вот так здесь надо инструмент другой взять потоньше швензы я проверяла прежде чем их крепить работают хорошо и будет вот здесь просто вот так вот висеть розочка видите да она выпуклая и ложится в углубление коннектора очень хорошо на ушках висит сережка немного болтается розочка я думала здесь сначала прикрепить но некрасиво получается петелька не некрасиво ложится я пробовала чтобы не болталась розочка ну вот так вот не понравилось больше очень красиво тоже получилось сейчас скажу 7 с половиной сантиметра эти длинненькие получились вот такой комплект сережек у меня получился и к в коротких видео я показывала вот такие сережечки получила и вот такие красивые бусинки просто потрясающие и переливаются они маленькие вот такие капельки здесь я поставила гвоздики без пины я имею ввиду такой шляпка гвоздики и вот так просто подсоединила тоже оригинально смотрится вот так вот посмотрите и вот такие серьги я сделала получила я такие швензы повторно которые я заказала но качество уже немного хуже мне не очень понравилось так как первый я получила просто идеальные были вот эти швензы второй раз пришли не очень идеальные огорчают они нас вот такие потрясающие серьги можно сделать самим пишите комментарии мне интересно понравилось вам мой мастер класс какие серьги вам больше понравились надеюсь вам пригодится такой мастер-класс может быть вы сделаете что-то по-своему ну а если понравилось пишите комментарии и ставьте лайки мне будет очень приятно но я с вами не прощаюсь друзья всем всего доброго мира всем над головой здоровья самого крепкого и до до скорых встреч